Мы с вами снова на маршруте. А куда мы вообще идем? В лес за грибами. Куда же еще? Вам нравятся грибы? Конечно. Я по какому маршруту иду сейчас? Если карта верна, вы по адресу Москва, улица Коусенина, 19А. Я уже пришел. Это здорово, что вы пришли. Остаюсь на связи. Привет, друзья! Вы на канале Tech4Blind, с вами Михаил Олейников. Во втором обзоре, посвященном невизуальной доступности Яндекс.Карт на Андроид, поговорим о работе с маршрутами. Рассмотрим три вида маршрутов. Пешеходный, автомобильный и городской наземный общественный транспорт. Традиционно, как это обычно и бывает в моих обзорах, сначала немного общей информации. Казалось бы, для чего не зрячему автомобильная навигация? Ну, во-первых, для того, чтобы отслеживать, туда вас везут или нет, правильно или неправильно. И во-вторых, буквально недавно у меня был случай, мы ездили в Волкаламский центр реабилитации по делам, водитель не знал дорогу и попросил меня проложить маршрут. Я даже не давал ему карту, он просто слушал подсказки и мы спокойно доехали до места назначения. Режим навигатор в Яндекс.Картах не очень удобен для нас, там много неподписанных кнопок и недоступных элементов. Самый простой способ построения автомобильного маршрута в Яндекс.Картах с помощью голосового помощника. Давайте попробуем это сделать. Алиса, поехали в библиотеку слепых. В путь, поверните налево. Все, маршрут у меня построен, на экране с карты я могу посмотреть кое-какую информацию. Ул военное поле, 13 километров, 16 часов, 18 минут, 37 минут. Показано расстояние уже с учетом маршрута, во сколько я прибуду и сколько буду ехать. Здесь встречаются две кнопки без метки. Первая кнопка откроет режим планирования маршрута и здесь вы можете посмотреть, туда ли вы проложили маршрут. Без метки, кнопка. Список. Откуда? Мое местоположение. Куда? Протопоповский переулок. 9-1. Все верно. И вторая кнопка без метки. Без метки, кнопка. Завершает маршрут. Завершить маршрут? Да, завершить. Также маршрут можно завершить с помощью голосового ассистента. Алиса, отмени маршрут. Ладно, сбрасываю маршрут. Поиск мест и адресов. При движении по маршруту я буду получать подсказки. При этом высокая точность мне здесь не нужна, поскольку я не за рулем. Но примерную ситуацию я отслеживать уже смогу. Для чего вам может пригодиться режим навигатор? Режим навигатор. Кнопка. Здесь вы сможете отслеживать историю ваших маршрутов. После кнопки маршрут. Маршрут. Кнопка. Есть несколько маршрутов, которые я уже прокладывал. Построить маршруты протопоповский пер. 9-1.35 минут. Кнопка. Построить маршруты резервный пер. 12-19 минут. Кнопка. Построить маршруты хорошо в Скайша. 27-6 минут. Кнопка. Построить маршруты мастерская номер 1-6 минут. Кнопка. Также здесь доступен голосовой поиск. Кнопка. Голосовой поиск. Местоположение. Кнопка и местоположение. Ну и еще несколько кнопок, которые вряд ли вам пригодятся. Нижний ряд здесь полностью недоступен. Вот вы слышите звуки, но скринридер мне ничего не озвучивает. Если же я нажму кнопку, то я смогу узнать, что она означает. Звуковое сопровождение. Все, звуки включены. Открылись настройки маршрута. Здесь тоже не все озвучивается. Если вдруг при движении по маршруту вы не слышите голосовых подсказок, то здесь их нужно включить. Звуковое сопровождение. Все, звуки включены. Вот это общая информация. Смахиваю вправо. Дальше идут три неозвучиваемые позиции. Первая. Это выключение звуков. Звуковое сопровождение. Все, звуки выключены. И крайняя позиция. Звуковое сопровождение. Все, звуки включены. Это включение звуков. К слову сказать, обзоры по Яндекс.Картам я писал в Voice Assistant, несмотря на то, что это старенький скринридер, он мне очень нравится, но у меня на устройстве установлено три скринридера, поэтому какие-то сложные и непонятные моменты я, естественно, проверяю как с GISH, так и с TalkBack. Так вот, кнопки, которые в моем случае не озвучиваются, в этих скринридерах являются неподписанными, то есть, либо это просто кнопка, 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 либо это кнопки без ярлыка. Дальше идет громкость, тоже смахиваю, ну и дальше уже индивидуальные маршрутные настройки и так далее. Очень жаль, что голосовой ассистент может строить только автомобильные маршруты. Как я не пытался строить другие профили маршрутов, пешеходный, транспортный, у меня ничего не получилось. Теперь, что касается пешеходной навигации, мне не очень нравится, как в Яндекс.Картах работают алгоритмы построения пешеходных маршрутов. Приведу лишь несколько примеров. Предположим, вы идете по тротуару и перед вами препятствие в виде забора. Тротуар плавно огибает данное препятствие по правой стороне и возвращается обратно. В данном случае разные навигационные приложения ведут себя по-разному. Например, приложение Осмонд сказала бы вам «Держитесь правее» или в самом крайнем случае «Плавно поверните направо». Яндекс.Карта же в этом случае вам просто говорят «Поверните направо». А если справа от вас еще и проезжая часть, то возникает совсем опасная ситуация, потому что вы можете подумать, что там есть пешеходный переход. А на самом деле его там нет. Представьте себе, что вы идете по тротуару и перед вами перекресток. Вам нужно перейти этот перекресток и продолжать двигаться дальше как бы по условной прямой. Для приложения тротуар до перекрестка и после перекрестка – это как бы два разных пешеходных участка. То есть не находится на одной прямой, то приложение как бы попытается перевести вас с одного участка на другой. И опять же вместо инструкции «Держитесь правее» или «Держитесь левее» в зависимости от того, где находится тротуар после перекрестка, приложение вам выдаст информацию «Поверните направо» или «Поверните налево». Немного сложное и запутанное получилось объяснение, но по итогу можно сказать следующее. Что для вас является одной условной прямой, для приложения таковой прямой совсем даже не является. Если приложение сообщает, что нужно повернуть направо или налево, во-первых, не нужно сразу предпринимать резких и кардинальных действий, но и во-вторых, обязательно необходимо перепроверить эту информацию, например, с помощью трости. Что же касается сложных транспортных маршрутов, то как навигационные мы их использовать не можем, а вот для ознакомления с информацией о том, как доехать до нужного адреса, используя выбранный нами транспорт, вполне себе возможно и чуть позже мы обязательно посмотрим, как это делается. Я, честно говоря, и никогда не понимал, для чего нужны сложные транспортные маршруты именно как навигационные. Разбейте один этот маршрут на несколько более мелких и будет гораздо проще. Ведь когда вы садитесь в транспорт, навигатор вам точно не нужен, потому что у транспорта есть свой маршрут. В метро навигатор толком работать не будет, поэтому даже если вы попробуете использовать такой маршрут в качестве навигационного, он скорее вас запутает, чем поможет. Пожалуй, это все, о чем я хотел сказать в самом начале. Теперь давайте перейдем к практической части, посмотрим различные алгоритмы построения маршрутов и познакомимся с режимом планирования маршрута. Самый простой способ построения маршрута из текущей позиции с помощью карточки объекта. Давайте посмотрим, как это делается на примере маршрута городского наземного общественного транспорта. Алиса, резервный проезд 12. Сейчас поищу. Сразу проверяем результат. Резервный проезд 12. Москва 121 151. В нижнем левом углу экрана есть кнопка «Построить маршрут». Активируем ее. Построить маршрут. Кнопка. Транспорт показан. Проверяем. Откуда? Мое местоположение. Куда? Резервный проезд. 12. Указываем профиль маршрута. На общественном транспорте. 36 минут. Правее поле «Откуда и куда» есть меню с настройками маршрута. Заходим туда. Меню настройки маршрута. Кнопка. Изменить маршрут. Первый пункт «Изменить маршрут». Маршрут. Необходим для того, чтобы поменять какое-то значение маршрута. Откуда? Мое местоположение. Можем зайти в этот пункт и либо указать другой адрес, либо сделать что-то еще. Удалить точку маршрута. Кнопка. Рядом сразу «Удалить точку маршрута», если меня эта точка не устраивает. В данном случае удалится мое местоположение. Куда? Резервный проезд. 12. Удалить точку маршрута. Кнопка. Все то же самое. Добавить точку. Этот пункт нужен для того, чтобы построить маршрут с промежуточными точками. Если я сейчас добавлю какую-то точку, она станет конечной в маршруте. Кнопка «Оптимизировать отключен». Эта кнопка необходима для маршрута с промежуточными точками, чтобы выстроить его с учетом оптимального расстояния. После того, как мы все настроили, активируем кнопку «Готово». Кнопка «Готово». Транспорт показан. Снова заходим в меню с настройками. Меню настройки маршрута. Кнопка «Добавить точку». Отдельный пункт «Добавить точку в маршрут». Время отправления прибытия. Этим параметром пользуются очень редко, но здесь действительно вы можете указать и дату, когда хотите отправиться по этому маршруту, и время, и так далее. Параметры маршрута. А вот этот пункт очень важен. Здесь вы указываете, с помощью какого транспорта вы планируете поехать к этому адресу. По умолчанию здесь не выбрано ничего, и это значит, что будет учитываться весь возможный транспорт. Параметры маршрута. Предпочтение по транспорту. Кнопка «Готово». Если вас все устраивает, активируете кнопку «Готово». Если нет, смотрите, что здесь есть. Если я сейчас выберу электрички, то маршрут будет построен только с электричками. Естественно, я могу здесь выбрать несколько значений. Например, автобусы и метро. Ну, давайте не будем здесь ничего выбирать, активируем кнопку «Готово». кнопка готова поделиться маршрутом следующий пункт в меню поделиться маршрутом вы можете его кому-то отправить сообщить об ошибке ну и сообщить об ошибке выходим и смотрим какие же маршруты нам предлагаются для этого я использую жест пролистывания двумя пальцами вверх и вижу здесь несколько альтернативных маршрутов смотрим 36 минут время в пути 18 часов 18 минут 18 часов 54 минуты теперь я смахиваю вправо пешком две минуты автобус 597 322 403 том 86 это номера автобусов пешком две минуты метро линия 7 дальше я должен зайти в метро метро линия 5 метро линия 4 выход 1 пешком 4 минуты посмотреть маршрут подробнее ну и давайте еще один посмотрим 41 минут время в пути 18 часов 18 минут 18 часов 59 минут далее пешком 10 минут далее метро линия 14 выход 2 далее пешком 17 минут посмотреть маршрут подробнее теперь давайте вернемся к первому маршруту и его раскроем. Посмотреть маршрут подробнее. Транспорт показан. Находим пункт начало маршрута. Начало маршрута. Моё местоположение. 18 часов 18 минут. И смахиваем вправо. Идите пешком 148 м 2 минуты. Остановка автобуса МФЦ Хорошевский. 18 часов 20 минут. Автобус 597. В направлении набережная Новикова прибоя. Приедет в 18 часов 32 минуты. 18 часов 36 минут. Альтернативный транспорт. Автобусы 322 403 597 том 86. Открыть варианты расписаний. 2 промежуточные остановки 3 минуты. Развернуть список. Здесь даже комментировать ничего не хочется, потому что в принципе все и так понятно. Давайте развернем список и посмотрим какие остановки мне предстоит проехать до метро. 2 промежуточные остановки 3 минуты. Свернуть список. Улица Кусинена 13. Улица Кусинена 9. Остановка автобуса МФЦ Хорошевский. 18 часов 23 минуты. Идите пешком 150 минуты. 5м 2 минуты. Станция метро Полежаевска. 18 часов 27 минут. Таганско Краснопресненская линия. В направлении Котельники. Интервал 2 минуты. Садитесь ближе к концу. Это очень важная информация. Садитесь ближе к концу. 2 промежуточные остановки 6 минут. Развернуть список. Опять же разворачиваем. Смотрим. Беговая. Улица 1905 года. Станция метро Баррикадная. Выходите. 18 часов 33 минуты. Пересадка на другую линию 2 минуты. Станция метро Краснопресненская. 18 часов 37 минуты. Кольцевая линия. В направлении Киевская. Интервал 2 минуты. Садитесь в центр поезда. 3 минуты. Станция метро Киевская. Выходите. 18 часов 40 минут. Здесь никакого списка нет, потому что нужно проехать всего лишь одну станцию. Пересадка на другую линию 4 минуты. Станция метро Киевская. 18 часов 48 минут. Филевская линия. В направлении Кунцевская. Интервал 4 минуты. Здесь уже интервал между поездами 4 минуты. Садитесь ближе к началу или к концу. 2 минуты. Станция метро. Студенческая. Выходите. 18 часов 50 минут. И здесь тоже одна станция. Один выход. У различных станций метро разное количество выходов, поэтому здесь вот указан номер выхода. А студенческая он один. Идите пешком 274 м 4 минуты. Резервный проезд. 12 конец маршрута. 18 часов 54 минуты. Исправить неточность. Кнопка. Поехали. И если нас все устраивает, активируем кнопку поехали. Я уже говорил, что мы с вами двигаться по этому маршруту не сможем, хотя люди, которые используют визуальный контроль, естественно, этим пользоваться могут. Но в нижней части экрана у нас есть как бы блоки. Идите пешком до остановки МФЦ Хорошевский. 148 м 2 минуты. Вот сейчас я прочитал этот блок, а выше на карте описанный участок маршрута. Смахиваю вправо. Поезжайте до остановки метрополя Жаевска. 3 минуты 3 остановки. Автобусы. 322, 403, 597 том 86. Следующий участок. Смахиваю дальше. Выходите на остановки метрополя Жаевска. Затем идите пешком до остановки Полежаевска. 155 м 2 минуты. Поезжайте до станции Баррикадная. Каганско-Краснопресненская линия. 6 минут 3 остановки. Сделайте пересадку на станции Баррикадная. Поезжайте до станции Киевска. Кольцевая линия. 3 минуты 1 остановка. Сделайте пересадку на станции Киевская. Поезжайте до станции студенческая филевская линия 2 минуты 1 остановка выходите на остановке студенческо затем пешком до места назначения 274 4 минуты вот последний блок и в верхней части экрана мы можем обнаружить общую информацию 36 минут 3 пересадки и вот так без особых сложностей мы можем познакомиться с любым маршрутом алиса отмени маршрут так вроде никуда не едем поиск мест и адресов несмотря на то что она мне сказала так вроде никуда не едем маршрут она таки отменила теперь давайте кратко познакомимся с режимом планирования маршрута но уже затем я покажу как работать с пешеходным маршрутом на практике чуть выше и левее поиска находится кнопка маршрут маршрут кнопка активируем ее кнопка дальше отключен эта кнопка пока не доступна потому что мы еще с вами ничего не спланировали ниже идут профили на машине на общественном транспорте на такси пешком на велосипеде на самокате все маршруты давайте выберем пешком пешком еще ниже идут поля откуда и куда откуда моей место положение мое место положение удалим эту точку удалить точку маршрута кнопка зайдем в этот пункт и посмотрим что там есть откуда откуда местоположение уже нет русский клавиатура vo bize отображается во-первых я здесь что-то могу написать редактирование откуда поли редактирование если я здесь напишу какой-то адрес не совпадающий с моим местоположением получится маршрут между двумя удаленными позициями мышца положение могу выбрать мое местоположение Указать на карте. Это нам не подходит. Голосовой ввод. Ну и можно воспользоваться голосовым вводом. И ниже предлагаются точки из разных мест приложения, в том числе и из истории. История. Мультимастер. Хорошовская Ша. 27. 1,42 километра. Оставим мое местоположение. Мое местоположение. Пойдем в пункт «Куда». Куда? Куда? Русские клавиатуры. Квоте отображается. Клавиатура, кстати говоря, в любом из этих полей закрывается кнопкой «Назад» или жестом «Назад». Назад. Кнопка. Клавиатура спрятана. И выберем из истории мультимастер. Мультимастер. Хорошовская Ша. 27. 1,42 километра. У меня открылся уже готовый маршрут. Откуда? Мое местоположение. Куда? Мультимастер. Быстро пролистаем меню настройки маршрута. Меню настройки маршрута. Кнопка. Изменить маршрут. Добавить точку. Поделиться маршрутом. Сообщить об ошибке. Эти пункты мы уже видели. И в пешеходном маршруте пункта «Параметры нет». Если это будет автомобильный маршрут, то там будет возможность выбрать платные и бесплатные дороги, грунтовые дороги. Ну и другие навигационные настройки, касающиеся именно автомобильной навигации. Закрываем. Смотрим дальше. Пешком 20 минут. 20 минут. Прибытие в 20 часов. 46 минут. 1,7 километра. Самый быстрый. Крутой подъем. 2249 шагов. Два лестницы. Здесь отображается информация о маршруте. Обратите, пожалуйста, внимание, что если вы указали в начале неправильный профиль, здесь его можно поменять. И если вас все устраивает, активируете кнопку «Начать». Кнопка «Начать». Поверните налево на улицу «Военное поле». Еще 20 минут. 1,69 километра. 10. Вот таким образом в Яндекс.Картах планируются практически любые маршруты. И после того, как вы его спланировали и настроили, можно активировать кнопку «Начать» или «Поехали» и уже начинать движение по траектории данного маршрута. Ну а сейчас я отправлюсь на улицу и постараюсь вам показать, как в Яндекс.Картах работает пешеходная навигация уже в реальных условиях. В этот раз я решил сделать так, чтобы мне и самому было интересно. Поэтому забрался непонятно куда, глубоко во дворы. Сейчас попробую отсюда выбраться и дойти до КСРК. На всякий случай у меня есть с собой и другие навигационные приложения. Также и на айфоне их очень много. Не заблужусь. Но буду надеяться, что Яндекс.Карты все-таки справятся со своей задачей. Открываю приложение. На всякий случай привязываю карту к текущему местоположению. Выключаю режим компаса и проверяю, собственно, где я есть. Отличное местоположение. Вот и будем отсюда выбираться. Закрываю и прокладываю маршрут к Каусинена 19А. Алиса. Каусинена 19А. Все верно. В левом нижнем углу экрана активирую кнопку «Построить маршрут». Построить маршрут. Кнопка. Выбираю пешеходный профиль. Пешком 11 минут. Проверяю информацию. 11 минут 900М. 1230 шагов. Вроде все правильно. Активирую кнопку «Начать». Кнопка «Начать». Поверните направо на третью песчаную улицу. В левом верхнем углу есть информация о ближайшей маршрутной инструкции. 60М. И внизу общая информация о маршруте. Еще 11 минут 920М. Естественно, никакой индикации направления у меня нет. Поэтому куда идти я понятия не имею. Но сейчас буду добиваться того, чтобы метраж у меня сокращался и время уменьшалось. При этом, если я пойду неправильно, то приложение перестроит маршрут. Начинаю движение и пытаюсь отслеживать информацию. 60М. Еще 11 минут 920М. 35М. Еще 11 минут 890М. Ну вот, метраж сокращается, время уменьшается. К первому пункту я приближаюсь. Все пока в порядке. 35М. 15М. Вот я подошел к дороге. Никакого пешеходного перехода здесь нет. Никакой информации от голосового помощника я не получил. Попробую повернуть направо, потому что здесь дорогу переходить нельзя. И буду отслеживать информацию дальше. 5М. Еще 10 минут 850М. Пока все штатно, двигаюсь по прямой линии. Конечно, очень плохо, что автоматических инструкций у нас мало. Вручную это проверять, как вы понимаете, не очень удобно. Особенно, если у вас есть трость в руке, в другой. 25М. Еще 10 минут 830М. Продолжайте движение прямо. В Москве очень жарко. На улице не очень комфортно, как вы понимаете. Я бы предпочел, чтобы приложение проложило мне маршрут через парк. Ну вот не знаю, повезет мне или нет. Что же касается индикации направления, то мне кажется, что она была бы полезна и зрячим. Почему? Через 50 метров поверните налево, а затем перейдите дорогу. Почему? Потому что, когда люди смотрят на карту, они не видят все то, что происходит вокруг. То есть, они могут врезаться в пешехода, идущего им навстречу, в самокаты и так далее. Поверните налево, а затем перейдите дорогу. Вот действительно здесь есть пешеходный переход. Сейчас я буду переходить дорогу. Я уже говорил в обзорах, и хочу повторить, что пока вы переходите дорогу, никакую навигационную информацию... Перейдите дорогу, а затем поверните направо. Проверять не нужно, потому что здесь приоритет – это ваша безопасность. Поверните направо. Поворачиваю направо, и проверяю информацию. Все пока нормально. Так вот, возвращаясь к индикации направления, она была бы, конечно, полезна для всех. Но представьте, вот вы повращали телефон, у вас в правильном направлении сработал вибросигнал, и вы туда и пошли. Здесь действительно есть калитка, мне очень повезло. Приложение меня заводит в парк, и здесь прохладно. Ищу поворот направо, и сейчас буду поворачивать. Не забываю проверять информацию. Метраж, напоминаю, должен сокращаться, время должно уменьшаться. Вообще, в парке очень сложно. Маршрут перестроен. Вот, собственно, о чем я и говорил. Я, видимо, повернул не туда, и приложение мне маршрут перестроило. Давайте проверим новую информацию. 40М. Еще 7 минут 570М. Вообще, вы достаточно часто будете с такой ситуацией сталкиваться, если вдруг вам не хочется по новому маршруту идти. Продолжайте движение прямо. Вы можете попробовать развернуться и выйти на старую траекторию. Через 50 метров поверните налево. Соблюдаем подсказки помощника. 50М. Еще 6 минут 520М. 50М. Еще 6 минут 520М. Поверните налево. Поворачиваю налево. Через 50 метров поверните направо. Я начал говорить и не закончил мысль. В парке очень сложно ходить по маршрутам, потому что здесь много всевозможных тропинок, ответвлений. Иногда бывает, вы стоите в одной точке, а из нее как бы в разные стороны, как лучики солнышка, расходятся тропинки. И вот по какой из них идти, бывает очень сложно понять. Ну, тем не менее, даже если у вас маршрут несколько раз перестроится, ничего страшного в этом нет. Главное, что метраж уменьшается, и все в порядке. Здесь действительно есть поворот направо. Сейчас я приближаюсь к дороге. Кстати, когда вы понимаете, что вы пришли к дороге, и приложение предлагает вам ее перейти, вы все равно проверьте, либо спросите, либо тростью проверьте, есть ли действительно там переход. Потому что это всего лишь навсего приложение, и оно может ошибаться. Интересно, где приложение предложило мне перейти дорогу, я там пешеходного перехода не помню. Ну, сейчас проверим. Вот смотрите, метраж у меня увеличивается, время стало больше. Очевидно, что я иду не туда. Сейчас я могу развернуться, или продолжать движение прямо. И приложение снова перестроит маршрут. Я, пожалуй, развернусь. Такую ситуацию мы с вами еще не моделировали. Сейчас посмотрим, что будет. 55 рам. Еще 6 минут, 480 рам. В той стороне точно есть переход, я знаю. Почему оно мне сказало, поверните направо, а не налево, я не очень понял. Еще 5 минут, 450 рам. Снова метраж пошел сокращаться. 25 рам. И здесь тоже сокращается. Так что все в порядке. Еще 5 минут, 400 рам. Я снова вернулся на ту точку, где повернул неправильно. И вот как раз 400 метров было там, и показывает мне приложение сейчас. Вот я вижу переход. Посмотрим, отработает ли оно мне этот переход. Поверните направо, а затем перейдите дорогу. Да, все верно. Перейдите дорогу. Вот приложение меня как раз выводит на переход. И сейчас я перехожу дорогу. Никакой информации на дороге я не проверяю. Поверните налево. Кстати говоря, после поворотов сразу информацию проверять не обязательно, потому что приложению нужно время для того, чтобы сориентироваться, чтобы повернули. И когда вы пройдете метров 15-20, можно уже проверить информацию. 35 рам. Еще 4 минуты 320 рам. Продолжайте движение прямо. Через 50 метров поверните налево. Вот это очень странная инструкция. Сейчас проверим, что она означает. Слева от меня дорога. КСРК передо мной. Я иду по нужной стороне. Почему мне приложение предлагает повернуть налево, непонятно. До конца маршрута 200 метров. Поверните налево. И вот та ситуация, о которой я говорил в начале обзора. Сейчас приложение мне предложило повернуть налево. Никакого перехода здесь нет. Передо мной проезжая часть. И по большому счету приложение создало для меня опасную ситуацию. То есть я не должен подчиняться этой инструкции. Почему так произошло? Потому что передо мной перекресток. Я вам уже об этом рассказывал в начале. И вот так работают алгоритмы пешеходной навигации в Яндекс.Картах. Поэтому будьте очень внимательны и не попадете ни в какую опасную ситуацию. 160 метров это до следующей инструкции. А 200 с чем-то метров это общая информация. То есть до окончания маршрута. Ну здесь никаких неожиданностей уже быть не должно. По идее должен быть еще один поворот. А может быть его даже и не будет. Сейчас проверим. Вот иногда бывает ситуация когда и вы пытаетесь запросить информацию и голосовой помощник срабатывает. И они накладываются друг на друга. Кстати говоря если у вас в настройках все разрешено то приложение будет работать в том числе и в фоновом режиме. То есть если вам не нужна информация вы не хотите ее проверять вручную можно заблокировать экран и руководствоваться только подсказками голосового помощника. Так возвращаюсь. Я думал что нужно повернуть и точка стоит. Вы вернулись на маршрут. И точка стоит у нашего класса но видимо точка стоит у входа то есть более правильно. Во многих навигационных приложениях точка стоит не у входа в КСРК а как бы на торце. Вы ушли с маршрута. Приложение начало тупить потому что я заметался этого делать не нужно. Еще одна минута 43 м. Метраж у меня висит. Вы вернулись на маршрут. Пять м. Еще одна минута 43 м. Еще одна минута 27 м. Поверните налево. Пять м. Еще одна минута 20 м. Еще одна минута 11 м. Еще одна минута 5 м. Вот я уже захожу в КСРК. Еще одна минута 4 м. Еще одна минута 1 м. Один метр у меня остался. Еще 0 сюк 0 м. Вы на месте. Маршрут при этом у меня завершился. Поиск места адресов. Но если вдруг вам не удается добиться сообщения вы на месте а это кстати говоря и не обязательно вы можете завершить маршрут вручную или попросить голосового помощника это сделать. Если вы точно поняли что вы пришли ставите курсор на метраж еще одна минута 1 м. Смахиваете вправо без метки кнопка и активируете вот эту кнопку либо просто нажимаете кнопку назад назад кнопка завершить маршрут да завершить подтверждаем маршрут у нас завершен. Кстати вы наверное обратили внимание что на протяжении всего маршрута я говорил голосовой помощник потому что если я скажу Алиса слушать кнопка привет как же я вас ждала мы пришли с чем я тебя и поздравляю спасибо я передам ваши теплые слова всем кто мной занимается пожалуй это все то что я хотел вам рассказать о невизуальной доступности яндекс карт на андроид конечно все нюансы смоделировать и продемонстрировать просто не представляется возможным но для корректной работы с экраном сенсорного устройства вы должны учитывать некоторое количество факторов во первых это физическое расположение элементов управления и их примерные размеры то есть где находится та или иная кнопка что она из себя представляет и главное насколько сложно или легко ее отыскать и во вторых понимание того где находится курсор в тот или иной момент времени с учетом всех вышеперечисленных факторов вы будете работать с любым приложением четко и максимально эффективно для того чтобы более подробно изучить спутниковую навигацию вы можете записаться к нам на курсы мы изучаем достаточное количество навигационных приложений как для операционной системы android так и для аэс помимо знакомства с теорией в курс в том числе входят и практические занятия а для спутниковой навигации самое главное это приобретение практического навыка и опыта допускаю что в адрес этих обзоров будет много критики и сразу хочу сказать что конструктивная критика приветствуется ну а на неконструктивную критику я не обращаю внимания просто в связи с отсутствием времени на этом все пишите ваши комментарии подписывайтесь на канал и изучайте спутниковую навигацию если конечно хотите стать более независимыми от окружающих вас людей всем пока подписывайтесь на канал